всем привет друзья вы на канале веселый инженер меня зовут андрей сегодня допуске и посадки мы рассмотрим посадки зазором переходная с натягом определенное там определение и примеры подпишитесь на канал что дальнейшем не пропустить интересные ролики когда говорил что такое допуске и посадки допуске и посадки общей тем очень сложная я с ней начал разбираться только тогда когда уже сам пришел на завода да немножко еще понимать о чем не собственно говорили учителя вузе и в техникуме в том числе вот такой рисуночек да вот у нас будет представить практически все время да вот этот видео урок а вот смотрите имеется отверстие вот здесь обозначена очень хороший рисунок просто очень точно обозначена смотрите поле допуска отверстия то есть она допустим идет верхние нижние отклонения так отверстия идет номинальный размер далее вы поймете почему откуда он берется номинальный размер что такое то есть от него отсчитывается как вы видите все размеры все допуска и что позволяет нам определенные расчеты провести посадка что такое посадка вот и все говорят допуске посадки до посадка это она имеет отдельное которое мы сюда поговорим отдельное определение характер соединения двух деталей определяемой разностью их размеров до сборки слева придется схема сопряжение отверстие вала с зазором да ну как видите да здесь зазор при назначении посадок номинальный размер для отверстие вала является общим то есть общего тот номинальный размер до него то есть отсчитывается все размер как мы уже и говорили и называется номинальным размером посадки допуск посадки сумма допусков отверстие вала составляющих соединений зависимость от длинном расположение поле допусков отверстие вала различают три типа посадки тут внимание с зазором с натягом и переходная все эти посадки мы сегодня рассмотрим я думаю что вам станет после этого урока все понятно посадки системе отверстия и системе вала то есть такая вот табличка называется посадка системе отверстия посадки в которых требуемые зазоры на тяги получается сочетанием различных полей допусков валов с полем допуска основного отверстия обозначается буквой аж вот видите аж вот это вот поле допуска отверстия вот наша номинальная линия и как видите если посадка зазором то на верхнее отклонение и нижнее отклонение вала она даже сила сделана ветра колени имеется зазор с отверстия точно гарантированно поэтому посадка будет зазором однозначно если посадка переходная вал может быть допуск вала может быть смотрите в середине поле допуска отверстия есть мы к примеру сделай балл на верхней пределе отверстие к примеру на 0 вам то у нас получится натяг то есть получится натяг а если мы сделаем допустим отверстие на максимальном размере овал оборот на минимальна то вас получилась зазор поэтому собственно говоря это и называется переходная посадка то что может быть и так и и так и как говорится как угодно зависимости от пересечения допусков а также с натягом то есть если вал смотрите если вал допуск даже минимальный допуск мало нижний так сказать предел уже выше верхнего предела отверстия то есть получается что вот этот вот зазор на минимум это уже не зазор и извините натяг будет минимальный натяг в любом случае а может быть и большой то есть если вал будет сделан на верхнем пределе такая же система есть и для вала посадки которых требуемые зазоры и натяге получается сочетание различных политопусков отверстий с полем допуска основала обозначается буквы h но вот здесь мы видим вал и здесь мы видим тут уже картину только для отверстий в принципе по такой же методике можно разобраться типа посадок и параметры характеризующие эти посадки поехали по порядку как я вам и говорил посадка зазором пример посадки зазоры размер 70 диаметр так что мы видим с вами мы видим нулевой отметки мы видим что отверстие у нас от 0 до 30 микрон имеет допуск то есть вот это 0 отверстие то есть она допустим диаметр 70 то есть по факту но если ты же будет обозначена 70 а плюс 003 соответственно диаметр мало будет 70 минус 001 и минус 0029 микро ну будем три сотки соответственно какой бы размер не был сделан вал либо минус сотка минус две сотки минус три сотки то все равно зазор а минимуму такой вот зазор вот он написано с минимум он будет сохраняться то есть почему вот эта табличка чтобы будет ну так она тоже помогает немного если что-то разобраться там что-то непонятно то посадка зазором посадка при которой в соединении всегда образуется зазор то есть наименьший предельный размер отверстия больше наибольшего предельного размера вала или равен его при графическом изображении поле допуска отверстия расположена над полем допуска вала причем относительно нулевой линии они могут занимать различные положения наименьше зазор то есть разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным размером вала посадки с зазором то есть смотрите наименьше зазор то есть это да минимум почему я эту табличку дай минимум дай минимум вот этот размер так вот он идет и отнимаем д максимум то есть максимальный размер вала плюс минимальный размер отверстия и таким образом получаем не меньше зазор также мы получаем не больше зазор вот здесь можно также самому просчитать и средний зазор считается путем сложения максимального минимального разделения разделенного на 2 а мы едем дальше тут с этим вроде порядка посадка зазором вот такой пример вообще в допуска к посадке есть охватываемая деталь и охватывающая деталь поверхность даже не деталь поверхность если быть правильным то есть охватываемые то валы или будут такие конструкции любые прямолинейные то есть неважно абсолютно охватывающие это в основном корпуса или какие-то отверстия куда вставляются наша деталь вот мы видим здесь вот вставляется вал вот видите зазор имеется гарантированы на чертеже конкретно видно что зазор вот имеется d1 и d1 маленькая для мало для отверстия и имеется зазор вот так вылетит посадка зазором переходная посадка переходная посадка мы будем смотреть переходную посадку на диаметр 50 отверстие 50 а вал может быть как 50 минус 8 микрон так 50 плюс 8 то есть смотрите в чем суть если допустим мы делаем вал минус 8 микрон а отверстие делаем плюс 25 микрон то соответственно у нас получается зазор но чем тут фишка если мы отделаем отверстие в ноль а вал мы делаем допустим плюс 8 микрон мы соответственно получаем натяг максимальный натяг тут который может получиться это 8 микрон переходная посадка при которой в соединении возможно получение как зазора так и на тяга в зависимости от действительных размеров отверстие мало при графическом изображении поле до пусков поле до пусков отверстие мало перекрываются полностью ли частично вот видите они перекрываются переходная посадка характеризуется наибольшем значение в натяга и зазора то есть достаточно знать максимальный натяг который мы можем получить и знать максимальная за суд который может получиться путем анализа наших допусков отверстие и мало переходная посадка с максимум n максимум смотрим это максимум если вот такой вариант мы видим что балл сделан плюс 8 микро почему сюда табличку еще раз продублировал а плюс 8 микрон овал сделан в ноль номинальный размер то мы имеем натяг вот этот натяг который получается видите отверстие меньше вам больше вот это расстояние 8 микрон составляет данном случае ну зазором аналогичная ситуация с максимум то системал сделано минимальным минус 8 отверстие плюс 25 это 25 прибавляем вот эти этажа 8 получаем 33 микрона как здесь и есть а мы едем дальше посадка с натяга посадка с натягом будет рассчитываться также для диаметра 80 здесь мы видим что отверстие вал наш идет с допуском от нуля до минус 19 микрон а отверстие идет 80 минус 32 микрона изначально минус 32 микрона и минус 62 то семей два поля допуска и в каком бы поле допуска мы не сделали то есть если мы даже сделаем вал допустим минус 19 на самом его нижнем пределе микрона то отверстие будет даже на своем самом верхнем пределе минус 32 микрона и мы будем иметь 13 микрон за этот самый натяг это минимальный натяг но также мы может быть и максимально тягусь если вал взял в ноль отверстие сделано на нижнем пределе 62 микрона который мы непосредственно и имеем в итоге 62 микрона натяг посадка с натягом это посадка при которой в соединении всегда образуется натяг то есть небольшой предельный размер отверстия меньше наименьшего предельного размера вала или равен ему при графическом изображении поля допусков отверстия расположена под полем допуска вала видите как здесь это написано прорисовано относительно нулевой линии они могут также занимать различные положения наименьший натяг разность между наименьшим предельным размером вала и наибольшим предельным размером отверстия до сборки в посадке с натягом то есть вы видите вот он минимум так как считается до минимум до минимум то есть вы берете смотрите нижнее отклонение вала вот почему табличка здесь до минимум этого нижнее к минимума лаберете 19 минус д максимум д максимум максимальный размер 32 получается наименьший натяг наибольший натяг также считается по формуле которую можно посмотреть и также и засчитывается и средний натяг посадка с натягом а вот пример посадки с натягом как вы видите d2 отверстия диаметр отверстия меньше чем диаметр пала вот до 2 маленький вал обозначается маленькими буквами получается что смотрите отверстие у нас меньше здесь как бы кажется что намного на самом деле это всего лишь там 100 может быть и десятые где-то есть десятые доли миллиметра то есть на основном на тяги небольшие делаются но он есть то есть вот это вот вал он с определенным усилием запрессовывается внутрь либо отверстие разогревают бывает его вставляют туда потом охлаждается и охватывает вам либо вал охлаждает жидком азоте как у нас делается на предприятии и туда вставляется в отверстие потом он расширяется когда начинает набирать температуру либо просто прессом запрессовывать если это какая-то втулка или какой-то валик небольшой то есть какая-то войска и это получается посадка с натягом подписывайтесь на мой канал на сегодня все надеюсь что внятно объяснил все понятно но вообще допуске посадки сложная тема задавайте вопросы в комментариях ставьте лайки дизлайки там подписывайтесь на канал будем что-то решать дальше если что-то непонятно будем делать дополнительные видео а на этом на сегодня все пока